Мужчина ревнует к прошлому, женщина к настоящему, а пенсионный фонд к будущему. 26 июля 2012 года, 18 часов 15 минут по Тарамскому времени, в эфире 305 подкаст от Каннского вся и компании. Я верю в светлую сторону человечества. Добров пожаловать. Как вы уже можете догадаться, 305 подкаст. А как они могут догадаться, что это 305 подкаст? Нет. Это совершенно секретная информация. Я сегодня полумёртвый, поэтому постараюсь много не говорить. Кстати, знаешь, у меня идея только что возникла насчёт подкастов. Да. Надо прекращать их называть, нумеровать. И просто каждый подкаст... Очередной подкаст. Я рассказывал, нет? У нас, короче, на работе в кафетерии работают две женщины. Вот. Одну из них зовут Амаль. Ну вот, я не знаю, почему меня это имя улыбает. Ну ладно. В общем, весёлое у неё имя, мне так кажется. Но каждое утро я туда прихожу, когда я там бываю, и у неё такой вид, что она хочет сейчас пойти в холодильник и повеситься. И когда я на неё смотрю, мне хочется вместе с ней пойти в холодильник и тоже там повеситься. Я думаю, что она бы Ване очень понравилась. Потому что он бы с ней пошёл в холодильник и её бы повесил. А где смеяться? А? А где смеяться? Я не знаю. Я сегодня две таблетки принял, мне всё равно. Ага. У меня голова болит. Очень сильно, если честно. У меня весь день голова очень сильно болела. Да, у нас погода такая замечательная, тёплая. А погода просто прелесть. Наконец-то. Ой. Два месяца ждали дождя. Файналы. У меня кусок макбука оторвался. Обидно. Надо её обратно засунуть. Вот. Всё. Вставил на место. Вот. И, короче, не помню, если говорил или нет, но Влад пришёл этот придумал новое меню в кафетерии. Потому что они там всё время меню меняют. Угу. Вот. И это слишком слишком тяжело для средних мозгов. Поэтому Влад придумал новое меню. А вот. А... Как оно называется? usual, special and surprise me. Это три вещи на меню. Обычное, специальное и удиви меня. Я помню, пришёл в одну столовую. В Ростове мы ездили с другом по работе и попали в столовую. Вот. Взяли шницель с гарниром. После чего я меню переименовал. ташницель с говниром. Шучесть. Шучь. Неужели так плохо было? Шучь. Шучь. Было именно так. Шучь. Да. А насчёт еды самое лучшее. Это в магазин приходишь там, типа, где эти пельмени и прочее. Дайте мне два килограмма мужской еды. И все Я в этом, у нас тут местный локальный Магазинчик русский Ну он как русско-украинский Европейские деликатесы все это называется Я прихожу А там регулярно попадается, знаешь То есть когда колбасу режут, режут, режут Остается там от нее задница И вроде как Очередные клиенты начинают там типа Ой, не надо, отрежьте мне от новой Но я парень небрезгливый Поэтому что, это у них называется Спешл офер, и стой знаешь там типа за 2,5 бакса За это самое, за паунд Ну то есть раза в 3 дешевле Чем все остальные деликатесы При этом это нормальная совершенно колбаса И прочие там всякие салы И прочие радости Но просто вот то, что оно В таком виде продается, обрезки, мягко говоря Вот И я такой тоже прихожу, говорю Дайте, говорю, у меня 2 паунда Мужской еды Постоянно беру Я беру всегда задницу Слушай, как прикольно Я выбираю задницу Круто Интересно, у нас здесь такое есть? Я не знаю, я не хожу В магазин с мужской едой Я периодически начал заходить Я к ним там захожу Дайте мне, пожалуйста Кусочек мяса Ну только Нарезать не надо, пожалуйста Я вот так съем по дороге Мне там Блин, как же это Ну короче, копченая говядина Копченая говядина там Блин, такая классная Это просто Я не могу Вот это вот, блин Знаешь, берешь такой кусочек мяса И просто Начинаешь Вминать Мне как раз хватает Дойти от магазина До дома А потом идешь Обратно в магазин За мясом Не Не, ну Не понимаешь Там Грамм 250 Скушаешь Тебе, блин На целый день хватит Соль А там уже еще Соленый Очень хорошо Приходишь Как раз, блин Начинаешь что-то Запивать всякими Пивом Да, было бы классно Конечно, если пивом У нас на работе Интернет целиком закрыли Поэтому я комментарии Уже вообще не читаю В смысле закрыли Все Рабочий интернет Короче, тот Который внутренняя сеть Они все Забанили Работу теперь искать нельзя По магазинам Шляться нельзя Но даже Гугл новости Отрубили Молодцы Они все Вырубили К чертовой бабушке И кто же у них Теперь работать будет Да я не знаю Ждем Я жду переворота Хотя там Все по барабану Все такие Пассивные Все не бойся С айфонами А, это тоже правда У них там Свой интернет Вот И гостевой интернет Они тоже закрыли Теперь только По приглашениям И каждую неделю Парольчик меняется Так что Так вот Извиняюсь Ну что я могу поделать Теперь Комментарии Будет тяжелее читать К этому Выпуску Понаписали Да я там Проглазил Немножко Так Что-то я хотел сказать Забыл А, я эти Призы выслал О, замечательно На почте Чуть не обанкротился Ну ладно Посмотрел этот фильм У нас замечательная Переписка В комментариях Получилось Вот Я скачал Несколько фильмов Которые Рекомендовал Народ Посмотрел Ну как Ну приятно Я уж фильмы давно Особо не смотрел Потому что Просто-напросто Если честно Нечего смотреть Да Согласен У нас задолбали Тупые боевики Где там Ты у меня стырил Наркотики Бабу Пиво Машину Я долбоеб Поэтому сейчас Всех убью Надоело Что-нибудь такое Знаешь Мозгорастворительное Можно посмотреть Да Я тоже Анимашек Пересмотрел Блин Знаешь Уже заезженные Блин Все темы Начинаешь там Смотреть Какое-то аниме Блин Опять то же самое Сценарий Мне кажется Это Проблема В возрасте Ваня Думаешь Да Я не думаю Я знаю К сожалению Мы по-моему Просто стареем Я мангу Начал читать Вот Вот Я про это И говорю Нас больше Не радуют Те вещи Которые Когда-то Радовали Не Просто Сколько Можно смотреть Мультиков Про ту же Самую Ебаную Школу Блин Ну Задолбало Я Кстати Я уже Сказал Блин Я посмотрел Этот сериал High School of the Dead Вот Но Я сначала Такой Думаю Блин Опять Про школу Нафиг Начал Смотреть Я посмотрел Первую серию Думаю Вроде Бо Ничего Там От школы Ну Буквально Осталось Только Название Все остальное Блин Пах 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 Сиски 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 Пах 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 Сиски 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 Ну Сказали Напоминает Школу Напоминает Школу Не Ну В школе Там Блин Это Черепа Не крымсают А ты что Никогда Не был В школе Для В социальной Школе В Гарлеме Съезди Не будешь Смотреть Такие Мультики Не Ну Еще Взамен Можно Посмотреть Русские Фильмы Про Суровую Реальность Не Не Фак Да Не Хочу Больше Никакой Суровой Реальности Там Конечно Хардкор Полный Но Там Сисек Нет Для Расслабления Можно Не Смотреть Можно Новости Посмотреть Для Суровой Реальности Как На Этой Неделе Джокер Расстрелял Народ Я Все До Последнего Надеялся Что Это Все Так Шутка И Пиар Знаешь Постановочная Но Потом Почитал Все Так И Нет Действительно Нашелся Идиот По Идеи Сколько У них Они Все Потом Писали Что У них Такой Буст Получился С рекламой Что Народ Настолько Заинтересовался После Этих Расстрелов Что Это Получилась Очень Хорошая Реклама На самом деле Да Да И я Втайне Надеялся Что Все Так Они Это Знаешь Как Постановочно Пригласили Новости Знаешь Как Фейковые Новости Сделали То Как Будто Там Действительно Кто Что Расстрелял И прочее Но Оказывается Что Вроде Нет Виктор Ты Знаешь Я думаю Людей Еще Хватает Совести Чтобы До Такого Не Докатываться В плане Постановки Я имею Ввиду Не 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 Я Не думаю Что Совесть Здесь Виноват Я Думаю Это Просто Засудить Могут Просто Пипец Как Поэтому Они Этого Не Делают Я Лично Когда Услышал Мне Тут Пришел Один Говорит Да Ты Слышал Он Мне Там Рассказал Сначала Я Так Расхохотался Какая Шутка Ну Думаю Да Но Он Реально Рассказывает 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 У меня В мозгах Крутится Армия Тю Знаешь Типа Обмундирование А вы Слышали Одна Блогерша Которая Пережила Перестрелку Второго В новостях Было Да Ее пристрелили Именно В том У нас В комментариях Это тоже Ирония Судьбы Я так Думаю Что-то Меня Перекосило После этого Застрелили Чего Короче Она Попала В У нас В Донтауне Торонто В Итон Центре Была Стрельба Когда Кто-то Расстрелял Несколько Человек И Тоже Ранил Сколько Помню Помню В том числе Была Ранена Одна Девушка Которую Застрелили Уже В этом Кинотеатре На Премьере Фильма Кому Нужно Это Финальное Назначение Смотреть Пожалуйста Читайте Новости Люди Человек Ваше Воображение Еще лучше Потом Устроит Не Ну Серьезно Пиздец Концепция Ну Че Судьба Или Не Судьба Ну Зависит С какой Стороны Смотреть Конечно Ну В принципе Да У меня Запчасть Опять Отвалилась Ой Надо Ее Опять Вставить У тебя Запчасть Отвалилась Да Ну Если Хочешь Я могу Дел Заклеить Так Что Потом Ноутбук Не Откроешь Не Не Мне Откроешь Потом Аккуратнее Со Своими Запчастями У меня Только Так Получается Нет Мне Потом Разбирать Что Надо Будет Я Говорил Я Том Отремонтировал Этот Ресивер Да Со Словами Больше Его Не Открывай А Че Потому Что Ты Не Откроешь Ну Если Только Не Оторвать Опять Тюнер Пока Будешь Открывать Все Оторву Очень Колько Комментариев Мне Прямо Страшно Становится Да Я На них Тоже Смотрел Смотрю Так Еще Комментарии Еще Комментарии Еще Комментарии Мне Понравилось Как Этот Протроллил С Этот Спайдермен Тред Да Кто Ты Сказал Спайдермен Это Спарчана Любят Так Троллить Кто Начинает Нормальный Тред Там Люди Начинают Спайдермен Туда Вставлять У меня Вспомнилось Голубое Детство Я Смотрел Этого Спайдермен Эти Картинки Посмотрел Меня Так Вставил Вспомнил Я Смотрел Спайдермен А Такой Был Этот Не Вспомнилось Вспомнился Любимый Форчан Я думаю Да Вроде Я на Форчане Не Был Ну А что У вас Веселого Неделя Или Невеселого А Ну Руслан Сказал Что Еще Ничего Не Решено Насчет Того Что Я ему Там Предложение Сделал Насчет Того Чтобы Править Ты Руслану Предложение Сделал Ну Да Я ему Сделал Предложение Насчет Того Он Он Типа Жаловался Что Ему Денег Не Хватает Чтобы Платить Эти Как Он Называют По Считам Платить Короче Не Хватает Денег Не Хватает Денег Я ему Сказал Типа Давай Я Буду Рулить Все Счета Платить Ну Это Сам Буду Разбираться Здесь Но Сначала Сказал Окей Через Деду Пришел Скажем Так Через Полторы Получается Пришел Говорит Да Еще Ничего Не Решено Когда Увидел Деньги В Кассе После Чего Я Подумал Ну И С тобой Красная Шапочка Короче Подумал Пусть он Сам Там Разбирается Не По Барабану Как Оно Что Там Крутится А И К этому Решению Я Пришел После Как Я Посмотрел Сколько У Меня Там В Заначке Скопилось Много Ну Я Думаю На Семестр Хватит Мало На Семестр Мне Хватит Нормально Маловато Будет Ну Фиг Фиг Ли Делать Еще Один Семестр Что Ли Пропускает Нафиг Ну Тоже Правда Я Не Зна Не Просто После Так Как С Фашистом Поговорили Еще Прошлый Раз Он Он Сказал Что Руслан Это Так Просто Прикинулся Я Сначала Подумал В принципе Возможно Надо Проверить Руслан Потом Пришел Сам Доказал Это Дело Я Такого Не Говорил Ну Не В Этом Дело Он Просто Понимаешь Он Такое Что Если Он Бабки Видит То Там Не Важно Что Там Происходило Да И Что Он Говорил Что Обещал На Что Соглашался Что Подписывал Деньги Бабки Сейчас Возьму А Все Остальное По Барабану Ну Да А Че Ты Ожидал А Он Кто По Национальности Русский По Призванию Еврей Или Может Даже Сказать Я Не Знаю Ж Ж Да Ну Ай Пхаза Ну С Его После Того Как Он Сказал Что Это Не Считается У Меня Пришел Один Клиент После Чего Я Сначала Думал Сам Купить Этот Дримбокс И Продать Его Сразу Но Потом Подумал Надо Сказать Руслан Пусть Руслан Покупать Так Как Он Решил Все Так Этим Делом Руководить Здесь Пусть Он Покупает И Привозит Мне Я Сказал Руслан И С Тех Пор Клиента Мы Потерят И Все Заверти Ну Это Так Для Себя Чтобы Доказать Этот Как Б Понят Доказать Что Аля Я Был Прав Я Знаю Обычно Херня Происходит Здесь Классно Крутится Чувака Ну До Этого Мы Еще Дойдем Ну Тебя Как Дело Виктор Терпимо Пока Жив Не Собираешься К Нам Не Не Сегодня Ну Понятно Не Сегодня Я Тебя Не Спрашиваю Если Ты Не Собираешься Вообще Вот Ты Не Уточняешь Когда Именно Ты Спрашиваешь Не Собираешься Ну Решил Уточнить Немножко Да У нас Сегодня На этой Неделе Типа Наш IT Департмент Решили Сходить В Прогнившее Корыто Ресторан Расти Бакет Или Подожди Прогнившее Ведро Ну Да Ржавое Ведро Да Ржавое Ведро Жень Ну Пусть Будет Так Вот Интересно Наш Си Айос За Выпивку Заплатил Что Обломно Потому что Я думал Что Я буду Сам Платить Поэтому Выпил Всего Два Стакана Пива Не Предупреждали Ну Да Там Они Емейл Такой Долбанутый Написали Типа We are Prepared Нет They are Prepared Что-то Там Separate Чек Всем Поддельности Я так Подумал Ну Понятно Сами Все За себя Платят Типа Гулянка Но Все Платят Сами За себя Ну Типичный Вариант Вот Ну Короче Говоря Думал Ладно Взял Два Стакана Пива Выпил Стало Хорошо Пустой Желудок Съел Боргер Потом Подумал Не Пожалуй Пить Больше Не буду То Сейчас Счет Выльется Вот Потом Мне Принесли Счет Я Подписался И ушел Потом Уже Доперло Когда Домой Приехал Посмотрел На бумажку Думаю Что-то Странно Все Десять Баксов На Следующий День Сказали Начальник Заплатил Надо Был Нажраться Уж Какашку Хотя Нельзя Со Грязью В лицо Перед Начальцем Не надо Грязью В лицо А так Получилось Скучно На самом Деле Два Часа Что-ли Сидели В основном Там Все С друг Другом Скучковались Что-то Там Говорили Наш Этот Местный Тек Начальник Типа Служба Поддержки Что-то Рассказывал Какой-то У них Тренировка Тренинг Был По поводу Межнационального Общения У нас Народ Во всяких Разных Местах Германия Азия Все такое Вот Он Типа Да С японцами Если ты не умеешь Кланяться То лучше Не пытайся Меня Что-то Это так Меня так Это Заинтересовало Я пошел Википедии Прочитал Действительно У них там Интересно У них там Не так просто Головной Головой Кивнул И пошел Не У них там Это прям Как все остальное В Японии Целая наука Ну да Затрачиваться На всем Вот Интересно Ну Кроме Википедии Пива И сигарет Там вроде Ничего интересного Больше не было Википедии Ну что Бесплатный интернет Там Хорошо Сидел Почитал Выяснил Что наш Сетевой Сетевой Администратор Который Вообще Странный Они все Странные Выяснил Что он Оказывается Мы А тут Этот Больше Прошлого Подкаста Заикнулся По поводу Зомби На работе И тут Сетевой Администратор Который Никогда Ни на что Не реагирует Резко Проснулся Такой Зомби Зомби А вампиры Зомби Вампиры Понятно Да Для зомби Есть только Одна Проблема Нехватка Мозгов Нет Некрофилы Так что Так скучная Неделя Была Мне очень Тяжелая Выгорел Вообще Я даже Думаю Завтра На работу Не пойду Я себя Так отвратно Чувствую На этой Неделе Что хочется Закопаться И Как наша Повариха Пойди В холодильник И повеситься Серьезно Я не знаю Как она так Может Она Знаешь С утра Вроде Все бодрые У нее Такое лицо Такое Ненавижу Мир Я всех Ненавижу Может Она Поздно Ложится Спать Жень Ты Мое лицо По утрам Видел Вань Это с тех пор Как она Начала Работать У нас После того Как я Она пришла После меня Фактически Ну Пару месяцев После Ну У него Все время Такое выражение Лицастра Еще Влад Приходит Ему Обязательно Надо С ними Поговорить Последний Раз Он Все время Мозги Компосирует С его Новыми Рецептами Идеями Для ресторана Последний раз Он Заходит Смотрит На них Это Чисто По-русски А что Кто-то Умер Они Не Въехали Я тебе Говорю Повара Вот Что Еще Выслал Призы Интернета На работе Нет Вроде Ничего Может Что Вспомню По ходу Подкаста Может Скажу Если настроение Будет Может У меня Сейчас Сядет Батарейка А Кстати Насчет Настроения Насчет С утра Я Я Сегодня Потащился Опять К Своему Прикмахеру У него Что-то Видимо Надо Было Пришел Туда Он На меня Смотрит Говорит Ты что Кого-то Трах Я Говорю Нет А Что Да У тебя Лицо Так Сияет Блин Такой Довольный Такой Стою Думаю С чего Я Был бы Довольный Ты знаешь У меня Такая же Проблема На работе Телка Которая Напротив Меня Сидит Уже В возрасте По-моему Она Ко мне Клеится Но Не важно Она Бабушка Ну Не важно Ладно Бабушка Скуга Сорок лет Пятьдесят Вот Не знаю Ладно Не важно Вот И Короче Говоря Типа Я всегда Могу Сказать Когда У тебя Был Секс Ты Такой Счастливый Знаешь Такой Сижу Чешу Голову Ну Ага Конечно Конечно Да Сегодня С утра Был Секс Или С вечером Как Как мне это прикалывать Люди Не Я по-моему Понял Я по-моему Понял Я просто Вчера Пошел Я пошел Спать В час Ночи Проснулся В 11 С чем-то В 11 30 Что-ли Проспаясь В 11 30 Думаю Нормально У людей Ненормальная Обсессия С этим Как это По-русски Это будет Навязчивость Навязчивая Идея Да Все время Почему ты Когда приходишь На работу Просто счастливой Обязательно Должен быть Какой-то Повод Ну да А обычно Это секс Да Как ни странно Но я часто Прихожу на работу Улыбающийся После секса Нет Вообще Ну с другой стороны Последнее время Этот Заметил Тенденцию Смотрю Это Через Смотрю Какая-то Девка Проходит Мимо Такой Раз На улицу Резко Курить Выхожу Смотрю Блин Там На этой стороне Улицы Из каждого Магазина Все мужики Вышли Такие Стоят Кто курит Кто просто Стоит Друг на друга Смотрим Такие Да Да У нас На работе Появилось Много Более Молодых Девушек Даже Пара Тройка Очень Очень Симпатичных Очень Одна Немка Она Мне так Напоминает Мою бывшую Одноклассницу С России Тоже Была Такая Высокая Высокая Длинноногая Да Длинноногая Интересно Если бы Они Меня Еще Интересовали Было бы Вообще Замечательно Женщина Я боюсь Женщина Я вас Боюсь Не подходить Ко мне Они Вообще Странные Какие-то Не бойся Никто Не будет Подходить Да Я знаю Поэтому Я так Не нервничаю Тоже Так Интересно Соседка У меня Было День Рождения Мне Муж Подарил Пистолет Хорошо Спасибо Что Дала Знать Больше Не Подхожу Да Вообще Кривая Какая-то Неделя Получилась Это Сразу А я Не приставал Да Там Приставать Не надо Сразу Джокер Выйдет И порвет На куски Вот Ну что Ребята Ну Давай Будем Смотреть Комментарии Давай Там что-то Какие-то Обсуждаловки Просели Посмотрим Так Игры Нет Обсудить 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 СМИ Интернет Выбираем Меньшее Зло Для Мозгов Независимая Пресса Так Не бывает Мирановые Новости Для тебя Вот здесь Спам Или Польза Не понял Ну Типа Поднаело Как-то Все это Все эти Фильмы По событиям В мире Достаточно Количества Индивидов Больных Наглого Которые Испытывают Личностный Протест Обществу В итоге Пиф-пафо И новый Сценарий Готов Ну Я не знаю Что Сказать Алексею По этому Поводу Очков Вопрос Был Еще раз Обсудить СМИ Интернет Выбирай Меньшее Зло Я Выбираю Интернет В Интернете Есть Я В СМИ Меня Нету Так Независимая Пресса Так Не бывает Ну Это Про Телевизор А Про Газеты Ну Раз Это Факт То Факт Наверное И не Бывает Нет Свободной Прессы Не Бывает Там Только Самые Жесткие Самые Такие Проплаченные Новости Проходят Я Я Вообще Даже Еще Лучше Аргумент Предоставлю Алексею Алексей Вот Независимости Вообще Не Существует Мы Все От Кого То Или От Чего То Зависим Очень Часто От Денег Да Вот Так Что Там Трити Тест Мировые Новости Для Тебя Вот Здесь Спам Или Польза Ну Легко Решить Это Спам Или Польза Ты На Этом Деньги Зарабатываешь Если Нет То Спам Если Да То Польза Как Я Лихо Разрешил Все Вопросы В Принципе Да Правильно В Интернете Да Там До Хрена Спам Учись Фильтровать Спам И Будет Тебе Польза Вот И Все Много Чего Попадает Но Тяжело Как бы Определить В кавычках Правду Потому Что Правда Это Еще Тоже Вопрос Интересный Правды Нет Ну Да Так Что Ну Полезные Да Новости Там Можешь Для себя Найти Если Умеешь Искать Телек Новости Там Смотреть Ну Кроме Как С соседями Поболтать Ну Вообще Не Стоит Замбоящика Вообще Надо Убить Нафиг И Все Виктор А ты Что Выбираешь Мировое Зло Или СМИ А Это Не Зиномимы Я Надеюсь Что Нет Кто Знает Я Уже Ничего В этой Жизни Не Понимаю И Не Знаю Не Слушайте Моих Советов Только Если Аппл Не пойдет Вниз Через Четыре Года Он Уже Идет Вниз Да Я тоже Смотрел Но Это Пока Еще Рано Рано Еще Радоваться Рано Рано Еще Да Потому Что Он Еще Может Спорхнуть Каким Макаром Ну Выпустят Продукты Они же Обвинили Сейчас Этот Я думаю Аппл Есть Шанс Если С того Света Вдруг Поднимется Сейчас Стиви Джобс И Начнет Давать Советы Тогда Ну У нас Тут Не Сай-фай Понимаешь Программа А может У него Был сын О котором Никто Не знал Почему У него Четверо Детей Здрасте Не О котором Никто Не знал Может Он В Тане Тренировал Дрессировал Вот Сейчас Ему Исполнится 18 лет И он Возьмет На себя И мир Перевернется Будет Революция Будет Стиви 2 Мне очень Не нравится Мне очень Не нравится Что Сейчас Аппл Не делает Они Слишком Кук Блин Мягкий Он Слишком Мягкий Чтобы Хорошо Зарабат Надо Быть Полным Говном Почему Говном Надо Быть Очень Жестким Человеком Знаешь Я Не знаю Но Я Очень Долго Думал Эту Тему Может Ты Мне Раз Извини Раскроешь Глаза Но Мне Мне Кажется Что Всегда Вопрос Или Стадо Само По себе Разбегается Или Оно Брдет В нужном Направлении Под Под Надзором Кого-то Вот Аппл Просто Напросто Или Джобс В частности Организовал Пастухов И Вперед Народ На Брикады В смысле Вперед В лес В поля Собирает Я Ни Хрена Не Понял О чем Ты Сейчас Говоришь Какое Стадо Какие Бараны Ты Рабочие Бараны Про Пользователи Или Что Про Пользователи Да В основном Потому Что Понимаешь Рабочие Там Тоже Знаешь Ну Рабочие Рабочими Просто Люди Сами По себе Они По сути Не знают Что Они От Жизни Хотят Поэтому Когда Выходит Начальник И Говорит Вот Люди У вас Есть Айфон Айпод Аймак Макбук Вот Аппл ТВ Акдак И что Вам Для счастья Не хватало И вы Об этом Не знали Так Это Айпад И Все Побежали Вот Потом Сидят На своем Толчке И Думают Как же Я Действительно Без Него Жил Вот Как Вот И как бы Это нормально Потому что Людям Объяснили Чего Им В жизни Для Счастья Не Хватает Поэтому Тут Нельзя Воспринимать Аппл И Конкретно Джобса Как Какого-то Негодяя Который Воспользовался Нашим Невежеством Нашим Незнанием Нашей Глупостью Чем-то Таким Я Думаю Это Неправильно Так Смотреть Потому что Мы Все Тупим На определенные Темы Много Тем В жизни Просто Приходят Толковые Люди Которые Нам Объясняют Как Надо Жить Чем Там Та же Самая Церковь Лучше Как бы Она же Делает То же Самое Только Айпад Не Продает Ну По сути Ты понимаешь О чем я говорю Или Я тебя Потерял Меня Да Я не понимаю Причем Здесь Вообще Пользователь И то Что Его Зомбируют И вообще О чем Мы сейчас В общем Говорим Мы говорим Про Апл Окей Это то Что По идее Пользователя Надо Зомбировать Ну Этим И занимается Масс Медиа Все Новости Все Все реклама Все к одному Ну да Всем Выгодно Сделать Тебя Тупым То есть Все Занимаются Отуплением Тебя Тогда Никому Не выгодно Делать Тебя Кредиты И товары И услуги И прочее Поэтому Масс Медиа Средства Массовой Информации Что там Еще у нас Есть Все Тебя Отупляет Абсолютно Особенно Игрушки Посмотрите современные Игрушки Ой Да беги До сюда Сложи Эти кубики В одну Коробочку Сложил Молодец С кубиками Ну да Вот и все Я думаю Я думаю Что нужно Обратить На особо Важный Случай Вот Это когда Люди Просто Напросто Я не хочу Говорить слово Люди Родились Тупыми Потому что Это кощунственно Звучит Это Выпирает Знаешь Личное Достоинство Или Как бы Неправильное Сравнение Что мол Себя С ними Но Много Людей Они Просто Ну Сами Родились Не Особо Далеко Мыслящие Да Человек Рождается Он сам По себе Рождается А дальше Его воспитывают Так что Ну хорошо Он Родился Есть конечно Люди Ограниченные От рождения Ввиду Физических Недостатков Ну и да У кого-то Предрасположенность К творчеству Творчеству У кого-то К точным наукам Но при этом Если ты не думаешь И тебя Учат не думать И заставляют Каждый раз Не думать То естественно Ты будешь Тупее Тупее Так что Ну В принципе Да И это Правда Вот Ну Суть до дела Я просто Пытаюсь Подвести Линию Что Не надо Не надо Апл Обвинять В ее Праведных Делах Они просто Выполняют Свою задачу Я Я и не Обвинял Заработать Бабки Вот А Кук Кук Он сдает Позиции Он не компассирует Мозги Как Джобс Компассировал Меня это Очень Очень Прямо Расстраивает По мне Так Картина Выглядит Вот так Эпл Делал Ну Скажем так Ну Сравнительно Неплохие вещи Хотя Если так Разобраться То говно Вот Но При этом Сейчас Пришел Новый Руководитель Ввиду Смерти Предыдущего И Стали делать Вещи Еще Хуже И что Да Меня это Очень Расстраивает Я хочу Обратно Царя Который Возьмет Как говорится Бразды Правления Да Бразды Правления Направит Куда Надо Идти То Распустились Народ Стал Орать Что Апл Это Не Круто Масс Медиа Начало Какое-то Вообще Кощунство Не Понимают Крутизну Аппола Им же Теперь Никто Не Объясняет Чем Он Крут Прямо Почувствовали Волю Блин Я знаю Вот Эта Демократия Развращает Неправильно Живут Как Как Так Вообще Раньше Вот Сейчас Упал Их Цена На Акции Упала Они Начали Вопить И кричать Что Мол Это Из-за Того Что Слухи Распускают Что Сейчас Какие-то Продукты Выйдут Новые Мол Народ Не Покупает Приджопся Такого Не Было Б Прихлопнул Б Всех Сам Б Все Пораспустил Всяких Слухов Дебильных И Вообще И Было бы Все Хорошо Сразу Журналюгам Вставил бы Паяльник В задницу Они Все Что Нужно Написали А так Сейчас Полная Свобода Я Не Помню Я вложил Или Нет Да Вложил Новость Вы Представляете Apple Пойдет На Первый Раз Официально Появится На Этот На Черную На Черно Шапочные Конференции Blackhead Конференции Никто Не слышали Хакерская Да Они Официально Потому что Неофициально Они там Тусовали Уже Много Лет Но Последний Раз Когда Они Хотели Официально Там Появиться С речью Как только Маркетинговый Департмент Об этом Услышал Он тут же Рога Обломал Вот Ну Понятно Что Там Наверное Джобс Сразу Их там Всех Задубасил Плеткой Вот А че С прикуки Ну что За хреновня Теперь Apple Пойдет Будет Там Че-то Толкать На конференции Хакер Неправильно Жуть Это Это Распускают Распускают Народ Ужас Всех Плеткой Всех Плеткой Дайте Меня В директора Там Все Будут Сосать Всех Бо Порвал Черт Твои Бабушки Лучше Тирана Чем Я Вы Не Найдете Это Еще Спорный Вопрос Конечно В принципе Да В сравнении С куком Да Я Согласен Всех Туда Поставить Было 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 Гораздо Лучше Так Что Так О чем Это Комментарии Средства Массовой Информации Все Так Я думаю Мы Это В принципе Виктор А ты Веришь Независимому Прессу Независимую От чего Не знаю Она просто Называется Независимая Пресса А Ну да Тогда Конечно Верю От меня Она Не зависит Значит Она Независимая Правильно Отличный Ответ Ладно Ладно Независимая От того Хочешь Ты Или Не Хочешь Они Все Равно Будут Так Некроз Обсудить Распространение Личной Информации В Соц Сетях И И Шток И Шток Этому Ведет Так Классная Тема Для сбора Мобильных И домашних Телефонов Привязанных Соц Сетям Отлично Пользуйтесь На здоровье Побольше Информации О себе В сеть Выкладывайте Побольше Обязательно Размещайте Фоточки Сделанные Рядом С Сейфами И прочими Интересными Местами Расположенными У вас Дома Обсудить Ну Давай Виктор Что Давать Что ты По этому Поводу Да Вопрос На тему Распространения Личной Информации Я не услышал вопроса Ты прочитал Набор Предложений Про распространение Информации Телефонов И прочее В соцсетях А где вопрос Распространение Личной информации В сети И что К этому Ведет Что К этому Ведет Заинтересованность Этих Самых Сетей В твоей Информации Или ты Хотел Наоборот Узнать Я не знаю Я просто Читаю Вопрос Микроза Я вот Тоже Думаю Наоборот Это Или К чему Это Ведет Или Я не Совсем Уверен Что Негроз Хотел Спросить Негроз Негроз Уточните Пожалуйста Вопрос Я вопроса Здесь Не вижу Я С удовольствием Отвечу На Любой Ваш Вопрос Если Вы Мне Его Зададите Что Ведет К Увеличению Распространения Личной Информации В Социальных Сетях Что ведет Ну Вот То что Социальные Сети Очень Заинтересованы Вашей Личной Информации Это Вот И Ведет Распространение Информации Я Дам Неадекватный Ответ Халява Ведет К Распространению Вашей Личной Информации В Соц Сетях Причем Здесь Халява Ну Потому Что Народ Смотрит На Все Эти Социальные Сети Думают Ой Как Здорово Тут Бесплатно Там Бесплатно Типа Например Например Вот Фейсбук Очень Удобный Потому Что Я Поддерживаю Отношения Со всеми Своими Любовницами Друзьями Вот И Никогда Не забываю Им Послать В смысле Друзьям Подарки На Их День рождения Потому Что Они Там Выставили Свои День рождения И мне Фейсбук Напоминает Какая Удобная Программа Или Сервис Как вы Там Хотите Назвать Как Здорово И Самое Главное Что Она Бесплатна Вот И Все Думают Халява Вот Какая Замечательная Программулина Которая Так Так Улучшает Социальную Жизнь И При этом Как бы Еще и Бесплатно Ну 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 А На самом Деле Они Собирают О вас Информацию Потом Продают Толкают Вам Товар И так Далее Ну Да Вся Вся Эта Информация Она В принципе Идет Потом На рекламу Да Они Собирают На вас Информацию Продают Ее Рекламным Сетям Которые Потом Вам Показывают Рекламу Которая Вам По идее Интересна Да Что к этому Ведет Ну Это Просто Бизнес Это Сейчас Все Передвигается Блин Я Хотел Вначале Сказать Некроз Ты Что Блин Только Проснулся Ну Человека Резко Затрясла Тема Личной Информации А Серьезно Ну Знаешь Бывает Так У меня Тоже Периодически Не Давно Было Известно И Вообще Как А Заинтересованная Группа Это Рекламодатель Рекламодатели Предлагают Деньги За Личную Информацию А Социальные Сети В свою Очередь Собирают Эту Личную Информацию А Чтобы Дать Мотив Пользователям Они Выставляют Все Больше И Больше Виртуальных Таких Линей Которыми Можно Измерить Размер Своего Члена С разных Сторон То Беж А вот Смотрите Какая У меня Машина Вот Касать Эти Номера А Вот Мой Дом И Завтра Я Уезжаю На Каникулы Багам Вот Там Ну И Всякая Такая Информация Люди Просто На Это Не Смотрят Они Просто Там Хотят Опять же Линейка Сейчас Столько Развелось Что Пока Каждую Линейку Измеришь Со всех Сторон Там Там Уже Вся Твоя Личная Жизнь Прям Как Вся Есть Пару Фотографии Но Только По-моему Это Илюха Делал Или подожди Или это На Илюхе Сам Спалился И брата Заодно Не Я Там Один На фотографии Я там Один Мне Кстати Там Близко Никому Нету Это Хорошо Всегда Можно Подумать Что Я Как Бы Там Ну Ни Причем Вот И Вроде Малолеток Там Тоже Никаких Нету У меня Лично Тоже Не сильно Много У меня Какая-то Старая Старая Фотография Там Есть Где Я И Кот И Все Я И Кот И Больше Никого Нет Ну Да Все Все Остальное Блин Взял Картинки С Анимаш Блин И Повставлял Вот Смотрите Пожалуйста Это Я Ну Да Сеть Виртуальная Вот Виртуальный Я Как Я Себя В В принципе Не знаю Не Просто Знаете Виртуальных Сетей Там Столько Говна Может Вылиться Я говорю У меня Одно Время Говну Уже Здесь Не Переживай Не Ольга Сестра Моя Младшая Она Что А нет Не Ольга Леся Леся Вот Ольга Она 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 Меня Не приглашала Леся Меня записала Короче К себе Ну Там Типа Я уже Рассказывал Да Типа Те малолетки Стали приставать Ну Да Понимаешь Сначала Блин Типа Запиши Всех Моих друзей Ну ладно Мне по барабану Я фейсбуком Не пользуюсь А потом А потом Мне сообщение А какого хрена У тебя Туча Тринадцатилеток На фейсбуке Это кто тебе Такое пришло Ну эти Всякие Яворы И так далее Вот Типа Нет Зависти Не обращай Внимания Вот Меня Единственное Что от этого Спасло Это то Что те малолетки Они за границей Я вообще Близко к ним Не живу И вообще Я их не видел И не знаю И знать не хочу За какой границей Они Ты поясни В штатах А И ты близко К ним не живешь Нет Ну относительно По крайней мере Полиция Оттуда сюда Приехать не может Правильно А если бы я Жил с батей То тогда Вполне возможно Был бы Небольшой Пипец Ты уже был бы Секс-офендером Абсолютно Абсолютно Потому что Какая-то Короче Что ж там За история была Леса мне пишет Короче Типа говорит Слушай Поболтай вот с ней Замечательно Ладно Попросила Привет Привет Ля-ля-ля Там что-то она А ты кто Я ее брат Замечательно Что-то Еще что там Спросила Вот Я Потом я спрашиваю А что это А что мне с тобой Вообще надо Поболтать Да вообще Тебе со мной Болтать не надо И вообще Ты выглядишь Как этот Стокер Чего Откуда Знаешь Вот буквально Там Пять предложений Типа Привет Привет Вот Меня сестра Попросила С тобой Поболтать И потом Я оказался В чем-то там Уже виноват Ну ты же к ней Пристал Ну конечно Обязательно Себя был бы Судьей Я бы тебе уже По жизни дал Абсолютно Ну вот После чего Я так подумал Спасибо Снестренке Удалить всех Твоих друзей На фейсбуке Я уже не появляюсь Угу Ни к чему Это не проведет Да Ну там Все боятся Все всего боятся Ничего не будет Люди Ничего не будет А вас вот так Уже все знают С собой телефон Таскаете Вы уже попали Не ну Поначалу Это было страшно Сейчас уже Нет Мне понравилась Сейчас совершенно Другая тенденция Смотри После того Когда вот этот Бэтмен На премьере Бэтмена Этот Джокер Расстрелял Людей Полиция Стала его Профиль Психологически Разрабатывать Оказалось Что у него Нету Аккаунта В фейсбуке Он не зарегистрирован Никаких социальных службах И вот Во всех этих прочих Помойках В результате Сейчас ФСБ Постановило Дал такую директиву Что ФСБ или А ФСБ Ну ФБА В смысле ФБА А вот Спасибо Это ФБР Называется Отведу ФСБ ФБА Да Вот Что если у человека Нет аккаунта В фейсбуке Значит он заведомо Неравновешенно И прочее И сейчас Вплоть до того Говорят что Если ты будешь пытаться Визу получить в Америку Но при этом У тебя нету Аккаунта В фейсбуке Это очень гарантирует То что ты Не получишь Эту визу Ну да Ты антисоциальный И потенциально опасный человек Ну а что Нормально Все туда идет В принципе Ну так Посмотреть Что Ну если так посмотреть Как бы Туда все идет Все правильно Бороться с этим бесполезно Можете только присоединяться Открывайте Фейсбук аккаунты Дам я вам полезный Совет недели Хотя у меня его нет И не будет Не ну Фейсбук Это неплохая вещь Если ты не начинаешь Там личную информацию В смысле Личную информацию На ту тему Что там Вот я завтра уезжаю Блин этот На выходные На две недели Вот там еще что А для чего это еще нужно Ну допустим Обмениваться Технически предупредить Своих товарищей Что тебя не будет Но У нас всегда Если что-то есть хорошее Всегда находятся злодеи Которые Эту всю информацию Начинают эксплуатить В свою пользу Поэтому Информация о том Что тебя нет дома А до этого ты написал Что ты вот купил Там новый телевизор То это Помогает Некоторого рода Личностям Да Так Ну ладно Если никто ничего не хочет добавить То я считаю Что это обсудили Так Обсудить Андрейки Это либо металл Либо Или металл Или рок-н-ролл То крашеный Холодная поверхность Это либо металл Крашеный Либо может быть Пластмасса Цветной Там есть Яркий Похоже Может быть Это игрушка Вопросительный знак Поверхность Гладкая Но есть Какие-то Выступы Так Палец Палец даже Застревает Чего? Может быть Это какие-то Насечки Или это буквы Или выступы Просто О чем это вообще Разговор Не знаю Это какой-то По-моему К Зелебобе Зелебоба Прислал Чего-то Картинку Вот Разцветный металл Обсудить Что это вообще Я ни хрена не понял По описанию Что это такое Я тоже Зайди Посмотри Этот Андрейки Он написал Комментарий К Зелебобе Зелебоба Прислал картинку С этим С магнета И шариком Мне кажется Это планета Земля И магнета Ее собирается Поглотить Нет Это Это скриншот Из этого Ой Не говори Что это этот Дурацкий фильм Который Сай-фай Да Который только что Вышел Удаческий фильм Это Там короче Голограмма была И он Короче Рассматривал Да Это планета Типа Земля О я угадал Только он Не магнета Он не магнета Он вообще Там андроид А он андроид Теперь стал Понятно Магнета Стал андроидом Апгрейд Он Короче Рассматривает Типа По идее Это просто Голограмма А Причем Там Либо Это металл Либо Чего Я не знаю Что за Сумасброд У кого-то По-моему Кто-то Накушался Грибочков И по-моему Что-то Там Трогает Что не положено И где Там палец Застревает Я вообще Не понимаю Ваня Не наезжай На слушателей Вы осторожнее Куда попало Пальцы Лучше не совать А то может Застрянет К ней не надо Ну хотя Зависит От человека Так Ну хорошо Я все понял Дальше Снайпер Обсудить Или ответить Тот металлический Шарик Где Мальца Застревает А в Канаде И вправду Используют Такие наклейки В Канаде Используют Такие наклейки Для ограничения Скорости Такая же Такие дороги Что такие наклейки Не нужны Да Российские Технологии Доведены До совершенства Я не знаю Как насчет Я никогда Не видел Живую Вот Но В Канаде Дороги Скажем так Не самого лучшего Качества Не знаю как в Канаде Но в Торонто Точно Такие российские Дороги Что страшно Становится Да На трассах Более Или менее Нормально Но По городам По крайней мере Торонто И Виндзор Это Кошмар Я вам честно Признаюсь Не буду Приукрашивать Нашу деревню Хотя За городом Там где В богатых районах Там нормально Ну да Хотя Я уверен Что в Торонто Тоже Эти картинки Это конечно Троллик Кто-то просто Троллик У вас Очень хорошо Не верьте Да Ой Так Дальше Некрос Извините Не удержался Обсудить Разнообразные Методики Употребления Да Я это вчера Посмотрел Прикольный Кстати Ты смотрел Не Я пропустил О Забавный Чувак Такой Еще один Алкаш На этот На ютубе Коктейль Жирная Шлюха Забавно А потом Я полчаса Смотрел Аварии В России Ну что Не знаю Я не такой Профессионал Чтобы прямо Поделиться опытом По методике Употребления У нас методика Достаточно Простая Открыл Выпил Вектор Не хочешь Поделиться Мыслями По поводу Видео А я Его не Смотрел Я его Не смотрел Мне кажется Ему Еще Немного Видео Обработки Всяких Спецэффектов И Для этого Возможно Как бы Привлекает Своего Зрителя Мне понравилось У него По моему Это Беломор Он там Сидит Курит Нормально Если Если Это Специально Сделано То Неплохо Единственное Надо Хрюшечек И Все Такого Приделать Там Будет Совершенно Отличный Каст Вот Но Начало Неплохое Начало Неплохое Надо Теперь Довести Еще Немного И Будет Прозамечательно Кроха Фу Срач Какой На заднем Плане И на столе Не меньше Хотя Обстановка Соответствует Напиткам И коктейлям Вот Насколько я понимаю Кроха Это по-моему Женщина Или Человек Женского Пола Надо ее Профайл Посмотреть Или это он Фидбэков Нету Зарегистрирована О Это Она Ну или Кто-то Прикидывается Она Она Сейчас Мы ее Опять Уделаем В смысле В очередной Раз Уделаем Человека Женского Пола И больше Женщин Подкасте Не будет Непорядочек Сейчас нам Фидбэк Там Устроит Кроха Ты В следующем Подкасте В комментариях Расскажи Как ты попала В этот Подкаст И почему До сих пор Вообще Его слушаешь Я знаю Что наши Слушатели Они настолько Несходимы К нам Что они Нам все Время Говорят Что В этом Подкасте Есть Какая-то Какая-то Какое-то Специальное Зерно Которое Мы все Вместе В него Посеяли Какая-то Такая Ложка Дегтя Вот Хорошая Там просто Выходит Такой Просто Да Там В конце Дискуссия Развелась Я понял Что по Псячным Подкастам Нам не Получиться Мы не Сможем Вот Сделать Попсячным Кроме Кривого Русского Языка И отсутствие Гламура Кроме Аппла Естественно Вот Нам не Получиться Попсячный Подкаст Устроить Мы Слишком Индивидуальные Личности Чтобы Влиться В мировой Поток Безмозголховец Вот Ужас Вот Большой Конечно Спасибо За то Что Прояснили В чем Прикол Нашей Компании Вот Меня Это Чуть Расстроило Что Мы Не Станем Миллиардерами Из-за Этого Подкаста Мы Не Сможем Попсячиться Но Если Только Ваня Станет Хипстером А Кем Я Должен Стать Чтобы Этот Подкаст Приобрел А Тебе Надо Абсолютно Нердом Стать А Виктору Задротом А Я Уже Задрот Не Подожди 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 Надо Что-то Попсовое Да А Нерды Это Попсовое Разве Нерды Это Разве Попсовое Нет Ты Гиком Будешь А Гики Это Попсовое Сейчас Да А Хорошо Ты У нас Будешь Хипстером Я Гиком А Виктор Там Есть Блин Тема Но Я Сейчас Могу Вспомнить Там Не Реалиста Не надо Что-то Я Как-то Сейчас Вспомнил Я Не В Кассу Совершенно Не В Кассу Вспомнил Я Вообще Когда Был Маленьким Я Общеобразовательную Всероссийскую Школу Пропускал Очень Много Вот В особенности Когда научился Как врать Очень Хорошо А Как Так же Скрываться На лестнице Площад Ну ладно Вот Я помню В один Прекрасный День Я Как-то Пришел В школу И там Случилось Что-то Для меня Не совсем Понятное Класс Разделился На Непонятные Группы Рэперов Металистов Педалистов И Всякого Остального Параше Вот Я что-то Так сейчас Вспомнил И до сих пор Не могу понять Чем был прикол Сколько лет Уже прошло До сих пор Не догоняю Ну Видимо Кто-то Поднял Тему Они там Все поняли С кем водиться Не стоит Да Так о чем Там мы Мы Про Попсятину Да Как нам Попсовый Этот Подкаст Сделать Надо только Виктору Призвание Найти И все И мы можем Начинаться Вживаться В новых Эти Карак Как это по-русски Персонажи Будет все Вообще Попсовый Ох У меня уж Получается А теперь ты должен Сказать Это будет Просто Супер Монет Да Это будет Совершенно Замечательно Не замечательно А просто Супер Просто Супер Круто Просто Круто Виктор Мысли Ты не хочешь Нам помочь В Опопсении Этого Подкаста Что ты Скажешь Еще раз По той же Самой теме Что ли Говорить Мы тебе Еще не Придумали Этот Героя В смысле Как это Персонаж Вот А Персонаж Что ты думаешь На тему Нам сделать Попсовый Подкаст Да Куда же Попсовый Это Ну не знаю Слушайте Или вы Считаете Что у вас Хай-тек Или какой Нибудь Узкоспециализированный У нас Узкоспециализированный Подкаст Я даже боюсь Предположить Специализацию Я тоже Поэтому Ее не называют Специализация Булшет Your relation Might be Булшет Ладно Поехали Дальше Виктор А ты с того Подкасты Не смотрел Видео Которое Мы присобачили Нет Не довелось Ох Тебе понравилось Я бы повеселила Хилбили акцентом Эх Так Кроха О Поскольку Теперь я знаю Что она Женщина Поблажек Достаточно Женщина Может она Девушка Или Девушка В общем Человек А может Она вообще Бабушка Ну Все равно Является Классификацией Человека Женского пола Окей Поскольку Мы здесь Нерасисты И Нерасисты А? И сексисты И не сексисты Не-не-не Абсолютно Ни одного Жена Ненавистника У нас в комплекте Абсолютно Никого нет Мы вообще Здесь такие Все политкорректные Я даже не хочу Классифицировать Этот подкаст Потому что Я уже не знаю Как Я уже перестал Давно Там галочки В арподе Стоят К какой теме Это относится Я просто Жму Общий Потому что Я уже не знаю К какой теме Мы относимся Раньше Было понятно Международное Не, ну почему Всегда можно сказать Что комедийное Да А что Это подкаст смешной? Ну иногда Иногда у нас черный По крайней мере Пытается Хорошо Поставлю Развлекательный В следующий раз Ну образовательный Цели он В себе Не несет Нет Значит Завлекательный Ну зависит В каком Зависит Образование В чем Я вам расскажу Секрет Много Много Подкастов Назад У меня Была мечта Я хотел Сделать Небольшую Заставочку Где я Говорил Типа Добро Пожаловать В развлекательно Образовательный Подкаст Вот Но к сожалению Я так и не смог Найти Образовательную Тему Но ты можешь Преподавать Неполиткорректный Курс Английского Говорите Вместе С лосем Повторяйте За лосем Я даже боюсь Предположить Что Будет Сослушатель Когда Не начнет Повторять Где-нибудь В Детройте За лосем Мы не ручаемся За вашу Безопасность Да А вот Ну в конце Концов Конечно Всегда Можно Натянуть Этот подкаст На Образовательную Тему Я Например Каждый Подкаст Делать 5 минут Образования Из Четырех На Часов По крайней Мере Хоть Что-то Вот У нас Там Есть Образовательная Тема Где-то Слушайте Все Четыре Часа Ну Пока что Не состоял Так Ладно Давайте Обсудим Что же Кроха Прислала Кроха Являясь Женщиной Женского Пола Прислала Обсудить А кстати Правильно Бывает же И мужчин Женского Пола То есть Наоборот Женщина Мужского Пола Я думаю Это вполне Сойдет Под тему Образования Потому что Некоторые Наверное Все-таки Не знают Ну да Есть всякие Там Шимел Есть Трап Кстати Было бы Очень классно Если бы Она была Геем В смысле Он был бы Геем Вот Который Еще так же Транс Свистит Кто Свистит Транс Вот Было бы Очень здорово Кроха Напиши Если ты Гей Который Транс Свистит В смысле Который Или лесбийон Вообще Да Было бы Интересно Вот Тогда бы Я понял Что мы На самом Деле Нет Не дрючим Тут Понимаешь Геев А то Мне Сознает Ощущение Что мы Перегибаем Палку С геями Иногда Проблема Проблема Здесь Что Рано Или Поздно Нам Кто-то Может По голове Настучать Потому Что Из нас Троих Здесь Геев Нет Вот А что Вы там Вместе Делаете Каждый Раз Ну Они Об этом Не знают А Ну В смысле Всегда Можно Прикинуться Это Как Для Развлекательного Момента Как У Нас Тут Роллплей Так вот Кроха Пишет Хотелось Бы Вам Уважаемые Ведущие Так Покрутиться На турнике Ну И Попробовать Себя В Стрит Воркаут Я Посмотрел Видео Да Классно Крутится Кстати Да Потрясающе А турников У нас Нет Да У него Такие Мускулы Просто Вообще Передернул Да Не ну Классно Я 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 Мальчик 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 Вот Если бы я мог так крутиться Было бы здорово Но у меня ни в жизни получится Я подтянуться то не могу Ни одного раза А вы хотите чтобы я еще крутилась на турникете Так что печально Кроха навела на меня грусть И досаду Жизнь не удалась Пойду вешаться История дворового Турника О Не читал Извини Сейчас расскажу Было бы конечно замечательно Покрутиться на турнике Если бы таковые здесь присутствовали В некоторых Школах Старых Вроде бы что-то подобное Турнику Есть Вот Но Здесь вообще такого очень мало Надо искать Да Надо искать специально Чтобы найти Обычный турник Без всяких там Здесь зато много велосипедов домашних Покупать не хочу Да Мне вообще В детстве нравилось Крутиться на турнике Это Это пришло на самом деле с этого У меня такой Друг был там Борис У него батя военный Короче мы Один раз вышли Типа погулять Встретили его Батю этот В школьном дворе Он говорит А что вы тут Нифига не делаете А ну Быстро на турник И давайте Тут подтягиваться И потом Заставлял там Короче этот Верхногами Так этот Раскачиваешься А потом переворачиваешься И приземляешься на ноги Ты еще говоришь в микрофон Вот Так что Да Было довольно таки прикольно Вот Ну это было В России После того как уехал Из России Я турников здесь особо не видел Поэтому Не занимался Решил Решил начать курить Да Решил начать курить Сидеть за компьютером По 24 часа в сутки Нет Извиняюсь По 16 часа в сутки Если еще поспать Ну иногда Одно время Что-то похожее Турнику Было В американской школе Там просто Как бы Типа две ручки Чтобы подтягиваться Было Вот Там Немного прикалывался С этими Там Издевался Над пацанами Потому что Вообще В Северной Америке Насколько я понял Подтягиваться Это как-то Не очень Принято Ну не армия же тебе Честное слово Ну что-то Ну да Вот Там же одни хипосы У меня как бы Еще по старой Так сказать Кавычках Закалки У меня еще Там Немножко Сноровки осталось Я прикалывался Над ними Типа этот Там Качок какой-нибудь Стоит Типа Я говорю Сколько раз Подтянешься Он так И ни разу Не потянулся Ты в меня Ну Я тоже пивом Накачался И вот Не просто Понимаешь Тут такой прикол Что они обычно Когда люди Качаются Они ничего качаются Они штангу Толкают Да Ну там Проседают И так далее Чисто чтобы Очевидные Мускулы Прокачивать Типа там Бицепсы Трицепсы Вот И так далее А потом Когда их Заставляют Подтягиваться У них там Определенные Мышцы Недостаточно Накаченные И вес у них Огромный Из-за Мышечной массы Вот И из-за этого Они просто Не могут Подтянуться Ни разу Вот А я Худой Вот И Ну естественно Мышц нет Вес небольшой И из-за этого Мне гораздо легче Подтягиваться Я там Дошел до того Что я просто Над ними Издевался 22 с половиной Килограмма Там Это Гирька Была На поезд Так раз Вешаешь Подтягиваешь Такое Вот И типа Что тебе Слабо 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 Обсирал их Там Но нашелся Один этот Чудик Там Он еще Тоньше Меня Был Все дело В тонкости Люди Нет Ну естественно Ты же поднимаешь Определенный вес И этот вес Это твой Чем меньше Ты весишь Тем меньше Тебе Мускул Надо Чтобы Подтянуться Вот Мы С ним Потом Как бы На перегонке Тоже Подтягивались Вот И других Обсирали Это Самый Интересный Момент Был Подтягиваться Хрен С ним Виктор А ты Крутиться Умеешь На турникете Солнышко Сделаешь Нет Вот Откуда Ты Что Ну в общем Кроха Разбили мы Твои мечты Среди нас Нет Ни одного Спортивного Мужчина Да Мы Дегенераты Бытло Неотес Ой Как мне Жалко Того Парня Как мы Его Уделали Несчастливо Зря Мы Так Сорвали А он Еще Шутки Не понял Что Мы Просто Приказ Получилось Некрасиво Просто Фраза Нам Очень Понравилась Быдло Неотяр Красота Если Честно Люди Мне Все Равно Что Вы Обо Мне Думаете Можете Называть Меня Быдлом Мне Все Равно Несчастливо Счастье Где Не Ну Почему Я Если Бы ДКБ Я Конечно Хотелось Хотелось Бы Вот Так Вот Покрутиться Я Тоже Хотел Бы Покрутиться Иметь Такие Мускул Ты Знаешь Какой Бо Популярный Был На Работе А Так Ходит Какая Там Какое Тут Там Ну Ты Говоришь Что Они Тебе Не Интересно А Женщинам Слишком Много Проблем Я Вообще Боюсь Они Как На Работе Начинают Откроют Рот Сплетничать Потом Не Убежишь Нафиг Не Подслушать Женские Сплетни Это Вообще Блин Это Что Блин Вот Хотя Полезно Много Чего Узнал Ну В принципе Так Как Для Общеобразовательных Целей Это Конечно Интересно Но Только Женщина Тебе На Работе Расскажет Кому Не Лезть Кто Здесь Остальное Мне Как Раз Меня Как Раз Образовала Женщина На Работе По Этому Поводу Мужчина Такого Мне Не Рассказали На Работе Мужчина Иногда Бывает Такое Понятие Как Солидарность О Основание Товарищ Ушел С работы То Его В общем Собирались Выкинуть По сути Но Поскольку Он Был Великим Начальником То Видимо Ему Заранее Сказали Чувак Давай Находи Себя Работу Потому Что Здесь Ты Больше Надолго Не Задержишься Вот Его Походу Никто Не Любил Мне Уже Потом Объяснили Почему Вот У него Была Вечеринка Типа Прощальная Я Не Знаю Кто Туда Попал Но Из Всех Наших Кого Я Знаю Туда Никто Не Пошел Нормально Человек Говно Одиссея Конкурс Без призов Победители Троллины Вот Интересно Подожди Это к этому Трэду Или не к этому Где там Бэтмен Костюм Бэтмена Сколько стоит Костюм Или подожди Цена Бэтмена Вообще Мне очень понравилась Графитная Маска Миллион Баксов Нет Стоимость Или Это уши Графитные Или Сколько Стоит Быть Бэтменом Что Ну да По русски Тогда будет Вот Тачка 80 миллионов Долларов Не Подожди Нет Все тачки Это все тачки Вместе Сложены Типа Его машина 18 миллионов Его Друндулет Мотоцикли Да Миллион с половиной Его Вертолет 60 миллионов Прикольно Резиденция Батлер Альфред Зарплата Батлер Батлер На самом деле Не сильно Дорогой Самое Дорогое Это Насколько Я понял Это Это просто Его машины И резиденция Ну да Все что осталось Купить Чтобы быть Бэтменом Они еще Не включили Цену Тренировок По моему Ну Я думаю Она не сильно Вот Если Допустим Резиденцию Убрать То На самом деле Не так Уже Они Включили Смотри Тренировка По пилотированию Полмиллиона Специальная Тренировка Для По оружию Да Полмиллиона Несколько Несколько Дегриз Инженерных Еще полмиллиона Ну А где же Хэн-ту-хэн-комбат Он же всех Мочит руками И ногами Пропустили Да Да Кстати Некачественный Продукт А нет Там же Его эти Как он называют Шаолинские Эти Мудрецы Ну да Они там вроде Деньгами не берут Они берут натуру Да Ну смотри 600 миллионов Оттуда убери Ну че Это За его Резиденцию Да Вот Получается 82 с половиной Миллиона Ну че Дорого что ли Ну да По сути дела Ну для супергероя По крайней мере И весь вопрос Может решить Один толковый Снайпер Кстати да Вот это интересно Почему его Никогда не снайпили Потому что он Бэтмен Да Ну Как бы Ты никогда не видел этих Издевательств Где Бэтмен с Суперменом Видел Я вообще на самом деле Хотел бы посмотреть Бэтмен встречает Борна Вот это было бы шоу Вот че им надо было снять Придурки А то они делают это Борн Легаси Нахрен был Борн Легаси Они же сделали Эллин против предателя Вот Теперь им надо сделать Бэтмен против Борна Я думаю Борн бы победил Он в конце концов Пользуется оружием Снайперскими винтовками Вычислить Бэтмена Он наверное Вообще бы за 5 минут Ну да В телефонной книге бы нашел Да И дерется Мне кажется Он лучше Бэтмена У Бэтмена больше гаджетов С другой стороны Да Это интересно Виктор Ты как думаешь Мне что-то даже сложно По этому поводу Что-либо сказать Это просто люди Из разных вселенных Как они могут встретиться Ну не знаю Если Борн приедет В этот самый Как он там В Готэм Сити То конечно Они могут встретиться Ну а че Допустим этот Стартрек Атлантинс Взорвался Врата открылись И там короче Ну Бэтмена Выкинул В Нью-Йорк Сити Да в Нью-Йорк Или лучше Борна в Готэм Да по барабану Все равно Одну и туру Там же снимали Ну Не Ты знаешь Я думаю Бэтмен Бы выиграл Если б только У него был бы Пистолет Он от него На Бэтмобиле Бы смотался Ну Это да Не Просто понимаешь Если посмотреть На костюм Бэтмена То он весь бронированный То бишь Если только Они в рукопаху Не начнут драться То тогда Как бы Бэтмен выигрывает Ну почему У него У него целое Оральное Думаешь В рот возьмет Нет Ну почему Прострелить ему Горло И все Я думаю С точностью Борна Он ему прямо Мозги выбьет Через рот Снайперская винтовка Имеется ввиду Или в глаз Или в глаз Вот Нормальный глаз Вот Яйца отстрелить Конечно Не вариант Но Хотя кто Знает Если снайперская винтовка Я думаю Его бронежилет Пробьет И вообще Почему в Бэтмена Никогда не расшичили Папаганом Я не могу понять Почему все эти Тупые Круки Ходят все время С какими-то Пью-пью Стрелялками Тоже хороший вопрос Или почему Например Танк Не вызвали И не раздавили Его Бэтмобиль А Какой-нибудь там Т-90 С самонаводящейся Ракетой А Да Тем более У него там Подсветка Такая Из-за его Движка Там любая Ракета Наведется Не понимаю Я Бэтмена У меня Какое-то Разочарование В этих Всех Супергероях Ну вот Что им Надо было Сделать Реально Ладно Что там Еще Веселого Есть Кто-нибудь Что-нибудь Видел В комментариях Веселого Да Мне Понравился Азбука Какая Азбука Где Азбука Ниже Крути Азбука Морза 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 О Тю-тю-тю Еще Ниже Еще Где Азбука Это Моя Стратегия А Блин Где Где Там Эта Гребаная Анимашка Уже Девятую Серию Смотрю Зелебова Не знаю Что он Там Смотрит Не Смотрел О Господи Дейзи Проклятая Простуда Где Там Анимашка Это Была Не Лось Прикольная Собака Замечательная Моль Прислала Собаку Отупевшую Одуревшую Одуревшую Скорее Стоит Тойота Камри Недовольный Владелец Зелебова Тут Это Не то Не то Не Тогда Наверное Ты пропустил Не знаю Мне казалось Что он Боня Зон Там Где Там Артур Обсуждали Автомобильную Тему Тоже Понравилось Напоследок Зелебова А Смотрит Домино Машин Понятно Да Я Отсмотрел Домино Так Конкретно Был Машин Пошла Такая Пьянка Что за Ну Они Там Про Домино Крохо Прислал Короче Этот Про Домино Я Вообще Не понял Прикол С этими Домино Блин По Наставить Дохрена Домино Потом Развалите Так Прикольно Они Да Ну Концепция Это Ну Там Сколько Там Несколько Приемов И все А дальше Уже Там По Наставляй Эх Правда Жизни Это Конечно Во Кстати Я не посмотрел Я ее Начал Смотреть И Потом Интернет Отрубили На работе Прикольно Да Очень Замечательное Видео Наводит На мысли Кто На тебя Работает На кого Ты Работаешь И так Далее Надо Посмотреть В отдельную Ой Не 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 В отдельную Как На ютуб Нажми Где Женя Ну Блин На ютуб Понял Все Нашел Нажал Нажал Вань Не парься Спокойно Спокойно Не парься Все будет Хорошо В этой Жизни А там Можешь Нажать Просто Чтобы он Остановил Да он Откуда Вас Таких Берут Да Вообще Криворукие Нафиг Я Понаберут По объявлениям А потом Мучаются С вами А это Что за Зелебоб Ой За этот Это на Ив онлайн Блин Похоже Хотя Это не Ив онлайн Красиво Похоже Стоп Раз Два А это Этот комикс Да Который Виктор Прислал Да Виктор Это Настоящий Комикс Или Это Подстава Какая Я Не знаю Может Конечно От Фотошоп Или Сейчас В этих Интернет Ничему Верить Нельзя Но Мне Понравилось Если Это Вдруг Каким То Образом Правда Это Конечно Оборжака Добрейшая Не Ну Почему Я В принципе Такой Листай Да Ваня Ну Там Еще Не Такого Вообще Меня Прикольно Какие же Они Все Такие Извращенцы Все Такие Довры Ну Да Мне Кажется Что Им Реально Не Хватает Какие Я не люблю Это Выражение Мне кажется Японцам Чего-то Все-таки В жизни Не Хватает Ну По-моему Они Капитально Недовольны Своей Сексуальной Жизнью Мне Создается Ощущение Такое Маленькое Совсем Маленькое Небольшое Маленькое Я Я Я Так Думаю Ну Я Как бы Понимаешь Ну Насколько Насколько Нация Должна Быть Насколько Должна Быть Велика Неудовлетворенность В обществе Чтобы Столько Арестовать Про всякие Извращения Я Не Против Извращений Но Как бы Определенное Количество Извращений Назовем Количество Буквой Х Потому Что Я Думаю Общее Извращение Во всех Других Странах Такого Же Развитого Социально Экономического Порядка Наверное Будет Буква У И У И только В России И краткий Ну Жень Не Не Ты Ты Не Понимаешь Посмотрим На историю Допустим 60-е Что Было В России В Советском Союзе Секса Нет Правильно Что Было В Америке Это Неприлично А Что Было В Японии Да Рисуйте Что Хотите Но Только Чтобы Секса Не Было Ну Там В принципе Я В принципе Не Знаю Чем Бы Дитя Не Тешилось Лишь Лишь Бо Своих Не Заводило Постойте Дело Я Не Знаю Когда Там Вообще Цензура Появилась И то Там Цензура Вообще Какая-то Странная Там Эти У них Нельзя Показывать По Определенной Цензуре Там Нельзя Показывать Член По Другой Тоже Другой Пункт Цензуры Там Нельзя Показывать Эти Лобковые Волоса Вот Причем По-моему В локалище Можно Ну Естественно Вот Но Волосы Вот нельзя В Японии Сексизма Нет Вот Я Не Совсем Догонял Конечно Вот И Я не знаю Когда у них Эта цензура Но Как бы Вот этого Религиозного Как бы Это Неприлично Насколько я знаю У них Никогда Особо Не было У них Там Было По-моему Спокон Веков Делайте Всех В особенности Маленькие Девочки Почему Девочек Только И мальчиков Там и девочек И мальчиков Там Какой же Это Гребанный Фильм Был Причем Слово Маленьких Слепой Самурай По-моему Был Вот Там Короче Был Один момент Интересный Типа Две Девушки Которые Там Убивали Всяких Разных Они Про свою Историю Рассказывали И Одна из них Была Мальчиком Да Одна из них Была Мальчиком Они Рассказывали Про свое Детство Где Этот Мальчик Предложил Себя Какому-то Там Вассалу В обмен На оплату Чего-то И Это Во-первых Во-вторых Там Другие Фильмы Там Тоже Да Тоже Сам Этот По-моему С Этим С Том Крузом Блин Гребанный Последний Самурай Да Там Тоже Ему Ему По-моему Тоже Предлагали Вам Примести Девушку Может Девочку А может Мальчика Не помню Какого момента По-моему Это В этом Фильме Я Слишком Люблю Трам Круза Чтобы Оскорблять Его Память Насколько Я понимаю Японцев Никогда Особой Проблемы Не Был А то Что Там Маленьких И так Далее Ну Это Я Не Уверен Из Чего Это Пошло Скорее Всего Не Маленьких Тобишь Взрослых Они И так Потрахают Как В том И Это Это Ты знаешь Как Грязь На улице Там 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 И служанки Там И эти И шлюхи И Ну Не знаю Там Шлюхи Терапроститутки Это как в том анекдоте Да Это как в том анекдоте Мэйл Фимэйл Кямл Секс Мэйл Мэйл Фимэйл Мэйл Фимэйл Секс Кямл Ну Так что Я считаю Я не знаю Никогда не делал это Как бы не изучал это дел Но Насколько я понимаю У них просто никогда особой цензуры И вообще Нравственности не было Тебе Коммунное задание Ваня Выяснить Когда же У них Закончилась Нравственность Она у них не начиналась Вот к следующему подкасту Ты должен выяснить Когда у них Она началась И где закончилась Слушатели Пожалуйста Напоминайте Ване Активно в комментариях На очень важную тему Историческую Образователь Образовательную тему И Ваня прочитает Там где надо На нужных сайтах И тогда мы вас образуем На тему Нравственности Не Там ее просто не было Понимаешь Изначально Ну хорошо Ну да Потрахался Ты с одной бабой С другой Попробовал Третью Пятую Десятую Потом уже Хочется что-то нового И уже как бы Разнообразие баб Заканчивается Потом скорее всего Переходится На мужчин Или В некоторых случаях Я думаю На более младших Тобишь Как бы Несовершеннолетних В зависимости от человека Да Ну а потом уже Все подряд У кого чего Я думаю У японцев Это уже настолько Как бы В кавычках Развилось Жалко У них Камла Нет А И у них По-моему Этот Осьминоги Есть Блин Что это Что это за фильм Я тогда смотрел То-то Я смотрю Они их любят Живыми ловить Я уже По-моему Рассказывал Я смотрел Про какой-то фильм Там очень много Этот Там не порнуха Была Но просто Очень много Галышом Было Вот И Короче Сексуальных Таких этих Моментов Так у них всегда Нехватка еды И этот И Одежда была Понимаешь Нет Это же Не японский фильм Был Насколько я знаю Вот В Америке 18 плюс В Канаде По-моему В большинстве 13 плюс Нет 16 плюс Было по-моему В Куэбеки 13 плюс В Куэбеки 14 плюс В Японии 13 плюс Вот А потом Я посмотрел Фильмы ужасов Вот С Большим количеством Насилия В Америке По-моему Было 16 плюс В Канаде Тоже Примерно Так же А в Японии Было 17 плюс То бишь Порнуху Ты можешь смотреть Чуть ли не Чуть ли не С 13 лет А Фильмы ужасов И фильмы С чрезмерным Насилием Только после 17 Ну Им там Не нужны Всякие Джокеры У них там И так хватает Самоубийства И так далее На убийства Я не уверен На самоубийства Я думаю Там и так хватает Япония Самая Самая Безопасная Страна В мире Хотя Может быть Канада Побьет Японию Не знаю В смысле Ну Канада Очень безопасная Страна Тоже Не Японцы Они там Их просто Уделали В смысле Политкорректный Канал Сейчас Ваня Переключится Подождите Сейчас Сканирую Частоты Как же это Как же это Сказать Им Образовали Их образовали Да Их просто Как бы С детства Им Не дают Практически Ничего Делать Им Настолько Все Диктуют Где Чего И как Делать Что Я не знаю Как бы Это Объяснить Как бы Это Объяснить Сейчас Точно Скажу Дети Настолько Заняты Всяким Говном Аля Игры Комиксы И так далее И тому подобное Что Они Совершенно Социальные Отморозки Вот И им Гораздо Легче Там Я так Понимаю Подрочить На всякие Порнографические Мультики Фильмы Игры И так далее Чем На самом деле Поговорить С этой С С настоящей Живой Девушкой Девочкой Или Whatever Вот Ваня Я только что Узнал Жуткие новости Что Ты знаешь Что тебя Ограбили Ваня В смысле У тебя Бутылок Не осталось Я их выкину В дребезге В дребезге Не Меня Меня Просто Достал Небольшой Тот Момент Что Ты не мог Игрик Позвонить Нет Я Я в тот Момент Был Довольно Таки Хорошо Расстроенный Я Собрался Скидал Это все Дело В эти В Гарбищные Мешки И выкинул Нахрен Ваня Ты выкинул В помойку 40 долларов Я знаю И в деньгах Счастье Ну теперь Даже если Какой-то А-ля Фашист Туда зайдет Он не скажет Что я Блять Алкоголик Потому что Я не против Когда меня Называют Алкоголиком Если я Хотя бы Раз в неделю Пью А ты что Раз в неделю Не пьешь Нет Жалко Последний месяц Я За последний месяц Я Выпил Шесть Шесть банок Пива Каждый день По банке Да Нет В один день Это потому что Мне кажется Блин Это самое Ну он мне Деньги должен был И он мне Привез деньги И шесть банок Пива Я их Выпил Обидно Что Выбросил Бутылки Я считаю Это неправильно Было Ну Скорее всего Нет Но Просто Там Я знаю Что тебе Деньги Не нужны Но В следующий раз Когда ты будешь Деньги на улице Выкидывать Ты мне сообщи Я приеду И заберу Да Не Я вообще Думаю Завязывать Ну Да Знаешь Меня это Как бы Мало волнует То что Там Ну хорошо Ну допустим Я раз в неделю Там двадцатку Потрачу на пив Знаешь Замечательно Я Заместо этого Там может День не покушают А еще что-то Круто Потом приходит Какой-то умный А-ля Руслан Или еще Один из этих Вот И начинает мне Мозги компостировать И знаешь Практически За каждую Бутылку Пива Которую Я выпил Мне Меню Раз Прокомпосировали Мозги Какой я Блять Алкоголик Ваня Неужели У тебя Такое Маленькое Чувство Собственного Достоинства Нет Меня Просто Понимаешь Меня Мало Волнует Их мнение Меня Раздражает То Что Они Меня Как ты Говорил Говном Просто Поливают Какая Жизнь Такая Все Друг Говно Поливают А так Пусть они Думают Что я Вообще Перестал Пить Я Просто В мусорку Или В гарбищный Мусорный Мешок Буду Складывать Все Ваня Какой Ты Не Экспириенс Человек Опыта Не Хватает В этом Деле Ну Ладно Я Тебе Как Нибудь Будет Настроение Образую Как Надо Правильно С Людьми Общаться В Особенности С Такими Людьми Ну Да У 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 Давно Выяснили Что У У Разные Подходы К Жизне Я Тебе Могу Рассказать Как Фрица Уделать Я Его Раз Уделал И Потом Пять Лет С Не Общался Ну А Пожалуй Не Стоит Тогда Мне То С Нем Надо Общаться В смысле Да Я Вот Об этом И Подумал Что Тогда Не Буду Пока Я С Ты прав. Не надо. Знаешь, это чисто для, собственно, пиара. Потому что я больше уверен, что он на днях заглянет опять. Я больше уверен, что он заметит, что там бутылок нет. О! Мне только что федеральное правительство сообщило, что федеральное правительство